Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Fear 2 Project Origin. Проект Источник мы продолжаем. События Fear 2 будут разворачиваться сразу после событий Fear 1. Не дополнение точки эвакуации или проекта Персея, а именно после событий Fear 1. Так как дополнения, которые вышли к первой части, считаются неканоничными и не имели места быть. Поэтому давайте будем исходить из этого. Одиночная игра, кампания Fear 2, сложность боец, я думаю, поставим для начала. Если будет слишком легко, можно будет поднять до ветерана, как в первых частях. Но пока начнем с бойца. Запуск. Посмотрим, что у нас там было. Вас перебросили с текущего задания на поддержку группе Дельта, выполняющей миссию в промышленной зоне Оберна. Ваша задача войти в дом Женевьевой Арестит из корпорации Армахем Технологи и произвести ее предупредительный арест. Она сообщит вам точку назначения. Сохранение игры? Пожалуйста, не выключайте компьютер. Ради бога. Забавно, не ролик, а сразу заставка у нас. А, нет, смотрите, вот ролик пошел. Warner Brothers Interactive Entertainment представляет. Сейчас, наверное, учит, насколько крови, да? Режиссер Квентин Тарантино, да? Monolith Productions Game. Monolith Productions. Кто бы мог сомневаться, что они будут. Fear 2. Для тех, кто не в курсе, Fear внутри игры расшифровывается как что-то... Первый штурмовой что-то отряд быстрого реагирования или агрессивного реагирования. Опа-на! Нифига себе. Ну, первое, что бросается в глаза, конечно же, графически стало более впечатлительней и лучше, чем первая часть. Ну и на... Ё-моё, чё-чё происходит? Смотрите, всё крутится, вертится. Эпизод первый, предчувствие. Какой-то кошмар творится. Вау! Вау-вау-вау. Альма. Ой. Что-то меня как-то... Что-то меня как-то немного тряхануло. Ой, смотрите, что творится. Всё сливается, всё плывёт как-то. Ну, круто, круто. Знаете, уже с первых минут игра прямо берёт... Смотри, чё, мне сюда, что ли, спуститься? Ой, я куда-то провалился. Опа-на. Что это было? Так, очнулись. Да, чё-то прямо совсем. Что это такое? А-а-а. Как... Как... Ох ты! Боже мой. Привет, солнце, рад, что ты с нами. Я тоже? Рэд, а ну сядь. Рэд. Беккет, надо откалибровать... Беккет зовут нашего главного героя. Молодец, хорошо. Янковский. А нафига вообще им сдалась эта Аристит? Не знаю и знать не хочу. Рэд, мы не отзывали, когда выполняем. Стокс, рассказывай. Наш объект Дженни Виа Варистит, президент корпорации Армахем Технологи. По разведданным она прячется в пентхаусе. Задача блокировать здание и взять её под стражу. Вернее, под защиту. И бить, даже если будет сопротивляться. А она наверняка будет. Мы считаем, что она напрямую связана с резнёй в главном офисе Армахем. Как я уже сказал, не знаю и знать. Это типа сейчас будет параллельно первым, что ли, идти сейчас? Да, ведь это всё. Делаем всё по правилам и чистенько. Шеф, расслабься. Она менеджер. Что она сделает? Отправит злобную смс? Дело не в ней. Командование считает, что совет директоров Армахем заметает следы. И они постараются, чтобы Аристит держала их... Я так понял, параллельно идёт первая часть события, потому что... Фокс, Гиган, ты со мной. Бэккет Рэн, Мэнни высадит вас перед главным входом. Встречаемся в холле. Блин, почему я должен идти с Брэкетом? Потому что я не люблю нынешнюю. Мда. Ну, вперёд! Так, всё, эти ребята пошли. Фокс, Гиган. Ты ещё раз не стрелять просто так. Мы должны найти Аристит, а не снести ей башку. Ладно, ладно. Это лажа. Неужели эта баба так крута, что её не смогут взять копать? Радуйся, что нас не бросили в офис и армахи. Там разведчиков в клочья порвали. Угу. Ситуация выходит из-под контроля. И не говори. О, мы теперь выходим. Здоровски. Так, новые данные на КПК. Пистолет, пулемёт. Пистолет, пулемёт. А как посмотреть-то КПК этот? А, вот как у нас. Так, арсенал. Пистолет, пулемёт. Бла-бла-бла. Всё это круто очень. Сохранение игры, пожалуйста, не выключайте компьютер. Янковский. Янковский. Так, доступ к КПК. А, на тап. Ну, это я уже понял, как доступ к КПК. Забавно. Чтобы прочитать руководство, как открыть доступ к КПК, нужно сначала открыть этот КПК. Забавно. Вот. Вот такие, блин, я больше всего прикалываю, когда в таком духе делают обучение. Ни хрена не понятно с первых же минут. Ну, ладно. Рэд, Бекет, доложите обстановку. Всё, тихо, шеф. Угу. Хорошо, мы идём внутрь. Ну, первое отличие, естественно. Так, ощущение, что мы в шлеме каком-то. Мы в шлеме. Ты только глянь, а? Всё. Супер, твою мать люкс. Откроешь или как? Так. Ага. Можем передвигаться. То есть, фонарик, стрелять левой кнопкой. Правый, это у нас удары сделать. Причём, знаете ли, стиль ударов такой же. Ну, движок, говорят, тот же. Поэтому, в принципе, моменты у многих очень похожи. Просто графически стало лучше выглядеть. Наш главный герой видит какие-то теперь новые полоски на своём шлеме. То есть, эффект присутствия довольно какие-то высокий. Ай-яй-яй. Ну и чё, я нажал. Ага. Ладно, и со звуком, кстати, довольно интересно всё сделано. Так, сюда что ли идём? Ну, погнали тогда сюда. Ага. Так. Так, двигаем. О, господи, ты здесь. Ага. Ты, главное, мою спину прикрывай. Ох ты. Что это сейчас было? Так, данный фонарик. Ну-ка, а мы чё, правильно, что ли, идём? А чё, наверху тогда? Погодите. Да и шевелись ты, Янковский, ёлки-палки. Ага, ё-моё, я теперь не могу сюда забраться, получается. Ну, ладно. Погнали тогда сюда. Будем осматриваться. Ну, чё-то прямо, знаете ли, уже с первых минут. Опа-на. Ага, двигаюсь. Чё, приседания. Как делать приседания? Подробная информация доступна в КПК. Так, здоровски. Как бежать-то? Чё-то я прямо пешим ходом. Ну? Пентхаус Аристит ведёт отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А если хотите, идите по лестнице. Нахер-нахер. Хех, нахер-нахер. Кто-то тут кровью изошёл. Ибо нехер. Так. Может, в аурту попали? Что такое? Безопасность управляющему зданию. А тут, смотрите, вот раньше были как-то голосовые сообщения, а теперь решили же этого избавиться и просто сделать письменно. Друг, шутки над чужим не верны? С выживством признак неуверенности в себе. Надо скорее найти Аристит. Согласен. В бокс, открой не хол. Ред, на лестницу. Дай эту рожу подсвечу хотя бы. По лестнице? Шеф, ты не в себе. Там же ты ещё и давай. Ну вы чё толкаетесь-то? Ёлки-палки. Ух ты! Чё происходит? Ух ты! Кигана замочили. Киган, ты как? А чё я... Чё со мной происходит? Смотрите. Это чё за прикол такой? Я им займусь. Снокс-пэкер, идите вперёд. Шеф, броня остановила. А, всё. Но одна прошла насквозь. А, всё нормально. Плохо, но жить будет. Чё-то меня как будто как-то... А, меня отталкивает от, эээ... Скажешь так, от этих ребят. Понял, понял я. Пистолет-пулемёт. То есть, если я подойду слишком близко, меня от них как бы отталкивает. Своего рода как магнитное это... Пуле какое-то. Интересно. А то я смотрю, чё-то как-то скользить начал. Так, чё у нас есть? Пистолет. Блин, этот... Янковский, походу, такой... Угаранный хип. Как же вы так в лифте смотрели? Да посмотрим. Посмотрим. Да что происходит? Что такое? Ага. Приготовился. Есть! Стреляй, стреляй! Валим их, валим. Опа-на! Готов. Так, всё. Ну чё, куда? Куда идти-то? Ага, ребята хотят подкрепления. Так тебе. Спрыгнул, засранец. Так. Какой полковник? Так, хоть Годзилла мне насрать говорит. Ну, команда у вас, ей-богу, а. Где вас таких состряпали? Чё это? Пистолет-пулемёт возобрал. Ну, ладно. Давай, открывай, взламывай. Ну. Иди здесь, я найду другой вход. А, то есть я пойду здесь. Спасибо, что открыла. Это очень здорово. Крэст, ты где там? Информацию взял какую-то. В склепе плохо дела. Женевьера арестит. Грохнет там. Ну, короче, понятно всё. Мда. Янковский. Двигаем, двигаем, двигаем. Чё такое? Бег. На альт. Бег на альт. Доступит. Вы чё из него? У-у-у-у. В меня стреляют из вертолёта. Чё такое? Броня. Круто. Бронежилет. Это очень радует. Это же Невьева арестит. Угу. Вы слышите меня? Скорее. Они штурмуют здание. Не-не-не-не-не-не-не. Нам не нужно допустить, чтобы она ушла. Это жадная тварь. Подчищай дерьмо за советом директоров. Так. Если меня найдёшь, мне конец. Чё происходит? Аптечку подобрали. Зет. Аптечка. Мы можем лечиться в случае чего. Ну, в принципе, стандартные моменты. Гранатки. Гандавая. Ух ты. И музон, кажется, пошёл, да? Я вижу, нормальный. Короче, надо валить их всех. Ты сдохни ты уже. Сдохни ты. Чё, гранат больше нет, что ли? Да вы чё, издеваетесь? Гранат больше нету. Есть, попал. Попал. Мне вот этот момент интересен. Когда ты попадаешь, прицел сразу, знаете ли, появляется следы того, куда попадаешь по врагу. Довольно-таки-то интересно. Да, но наш главный герой определённо в шлеме. Это сразу видно. Так, о, лечимся. Лечиться надо, лечиться. А чё, я зет жму, и нихрена не лечится. Чё за нафиг? А чё-то не так дело? Погодите. Аптечка. Три аптечек. Нажмите Z для её активации. Арсенал. Осколочное. Обучение. Чё я в обучении пропустил-то? Фонарик. Ну, я жму на Z, и нихрена. А, может быть, я аптечку... Да нет, есть. Всё вроде как бы есть. Странно. Этот момент, конечно, интересен. Ну ладно. А-а-а-а. Стойте. Здоровье полное. Это броня. От ёлки-палки. Так запутаться можно, реально. Кстати, а почему здесь нету, это... Два пистолета. Мне было сейчас два пистолета, и вообще было бы здорово. Нет, будем с одним бегать. Ну ладно. С одним так с одним. Я так понял, здесь двери выломали. Но можно и сюда, наверное, да, сходить? Снаружи. Посмотреть, что здесь. А здесь нифига ничего нету, это балкон. Короче, лучше уходить. Будем двигаться туда, куда нам предлагают. Так. О, вон, а что такое? Режимы стрельбы. А, по три пули. Неплохо. Здорово. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ты их в жопу застрелил. Да сдохни ты. Всё. Так, режим стрельбы поставим на автоматический. Ну и куда я идти-то? А-а-а. Вон вы, ребята, повалили. Ёлки-палки. Здесь ещё, здесь ещё. Кстати, до трёх аптечек. В оригинале было, по-моему, до десяти, если я не ошибаюсь. А тут с ни с того, с ни с сего, до трёх. Ну ладно, если у нас такие ограничения. Будем тогда с тремя бегать. Так, ну... Блин, конечно, бег на альты. Надо же так ещё придумать это, а? Ей-богу. Сдохни. Сдохни, сдохни. Всё, готово. Чё у нас там? Ух ты! Как он по мне попал-то, а? Засранец. Вот твари. Ничего не скажешь. Так, двигаем сюда. Там, по-моему, кто-то стоит, нет? Нет, показалось. Противления почти нет. И наклоняться я не могу. Видно, они навалились на брекетах. Угу. О, аптека. Так, сохранение. Всё, тихо. Заложите обстановку! Ах ты! Ух, как он полетел-то с криком. И разбился нафиг. Ой. Так, кажись... Кажись, я, короче, вовремя успел. Присядем? О, а мы так, короче, присядем. Автоматически, если сами не нажмём. О, куда-то я попал. Короче, свет лучше не... Ой! Ой! Ой, кто-то пробежал! И у меня и фонарик теперь искрит. Нихрена не видно. Да, вот и куда мне идти теперь? В воду мне прыгать что-то не очень... Ух ты! Я провалился. Я провела здесь 12 лет в темноте. Ага. Чёрт. М-да. Да что такое? Опа-на! Сюда, что ли? Потайная дверь, говорит. Ладно, что-то периодически у нашего главного героя какие-то введения. Так, чё, сюда, что ли? Я правильно иду, получается? Так, походу... А, наши. Нет, не наши. Наши. И в башку сразу нашим. Так. Готов. Готов. Что это у нас тут такое? Здоровье. Максимум. Это что такое? Информация. Да ну их нафиг собирать, это читать ещё до посинения. Будем так лучше, походу. Там хотя бы у нас голосовые сообщения проигрывались. А на этом мы только будем время терять. Поэтому давайте лучше двигаться. Так, я так понял, мне надо наверх подняться. Да ну давайте поднимемся, посмотрим. Ух ты! А чё ты так дверь-то открыл? Как будто я не знаю. Как будто она сделана из сверхтяжёлого металла. Что такое? Чё ты какой-то... Что за нахер? О! Во! Кажется, чё-то здесь. Закрыть шкатулку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Карлан, надо остановиться. Она слишком опасна. Ты хочешь, чтобы я замуровал свою дочь? Ты знал, что будет так? Мы оба знали. Так, вроде отпустило. О, камеры! И чё здесь? Ну здесь чё-то ничего нету. О, смотрите, открылась дверца. Чё у нас тут? Личное досье. Майкл Бэккетт. Показатели Парагон. Физическое состояние превосходит. Наш главный герой. Психическая устойчивость. Отличный. Телестезический потенциал. Превосходный. Примечание. Субъект. Посредственно учился в школе, но обладает отличным послужным списком. Более того, его показатели проекта Парагон лучшие, что мне доводилось видеть, не считая прототипов источника. После телестезического усиления он, возможно, затмит даже Пакстона Фетеля. Статус предвестника одобрен. То есть он, проект какой-то проводился, что ли, на нём. Гарольд. Так. Психическая устойчивость средняя. Телестезический потенциал. Отличный. Интересно, кстати. Сауры Альмы на 83%. Охренеть. Тут, короче, досина наших героев. А главный герой мой так вообще какой-то может Пакстона Фетеля затмить со своим потенциалом. Сержант Беккет. Опа-на. Где остальная команда? У нас мало времени. Вы, ваша пропорка, наш единственный шанс остановить Альму. Да? А в чём дело? Как остановить? Опа-на! А, это событие первой части, по-моему. Да, вот он открыл комнату. И, по-моему, он скелет. Чёрт. Вот он открыл тогда саркофаг, я помню. Ох, сейчас, походу, в гольны начнутся. Что-то не так? В чём дело? Ё-моё, и я куда-то, походу, провалился в тут пространство, да? В другое измерение попал? Вот это не есть... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй, уходим отсюда! Сваливаем отсюда нахрен. Не нравится мне это. Ох, как не нравится. Так. А, я могу даже попасть по ней? Так, ну давайте следовать за ней, она пока нас... Скажи так, только... Она стала женщиной. Ага. И даже они осознают этого. О, смотрите, взрослый вид. Что случилось? Что-то меня совсем крутит. Ой-ёй-ёй! Чёрт! А-а-а, взрыв, походу, да? Хрена взрыв! Да-да! Главный герой первой части, короче, самоуничтожение активировал там и всё долбануло. Круто! Взгляд со стороны на события весьма интересно. Очень интересно. Так. Блин, ну и взрыв, конечно. Бомбануло знатно. Так. Ну-с. Ну и чё? Наш главный герой, я так понял, сознание потерял, да? А это кто? Это что ещё такое? Владелец ку... А, нет, смотрите, какие-то люди в костюмах, да? Забирайте его, у нас мало времени. А, Арестит и, видимо, её эти, как её охранники, телохранители, хрен его там знает. Выполнение миссии было прервано мощным взрывом, импицентр которого находился, судя по всему, в промышленном районе Фэрпорт. Масштаб разрушения не поддаётся оценке. Судьба остальных членов вашей группы неизвестна. Ну да, случилось... Нечто страшное. О. Так. Минутку. Меня чё, пытаются это реанимировать? О, ещё и сердце отрубается. Ух ты! Это чё, это... Это чё, у меня галюны такие? Возможно, фибрилляция. Заряд на 200. Нет-нет, на 300. Так. Он жив. Но мы движемся слишком быстро. Нам надо... Чё вы делаете? Да чё такое? Там меня, походу, едят, ё-моё. Чё? Готовьтесь вести морфи. 4 миллиграмма. Ужас. У него тахикардия. Сначала его надо стабилизировать. Нет времени. Ужас. Чё сделают? Чё делают со мной? Он нестабилен. Продолжать операцию будет ошибка. Вы рискуете. Доктор Йорк, у нас нет выбора. Продолжайте. Хорошо. Заряд на 300. Чёрт. Лёгкий укол. Вот так. Ух ты. Ни хрена себе лёгкий укол. Чё вы... Чё происходит вообще? Жесть какая-то. Лёгкий укол. Хрена ксигла такая. Так. Да чё происходит? У меня всё время чё-то... О, очки. А, я в очёчках. Оказывается, я в очёчках таких хожу. Классненьких. Ууу. Здорово. Эпизод на 2. Уединение. Где ты? Ещё выходят. Чёрт. Но половина дверей завалена. Да. Что с остальными? Ей слабый сигнал от тебя и от Бекета. А я... Кто меня сюда отнёс? Арестит, походу, да? И выходил. Ну да. Надо, короче, найти отряд и найти оружие. Ланненько. Ну ладно, друзья. Ну тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже искать наш отряд. Разбираться вообще, что происходит. Что это вообще было. Чё вообще творится с нашим главным героем. В общем, всё мы будем это пытаться узнать в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы всё ещё не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моём канале, включая прохождение серии видеоигр Fear, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. Всем спасибо за внимание, друзья. Вы самые лучшие. Всем пока.